Первый в Казахстане парк Петроглифов открылся в Алматы. Уникальный проект, который инициировали казахстанские культурологи и историки, призван сохранить наиболее выдающиеся образцы древней наскальной живописи. Где алматинцы и гости города смогут окунуться в историческое прошлое, расскажет Аделя Кжаркенова. Парк расположился в юго-восточной части главного ботанического сада на территории экспозиции Казахстан. Его площадь 2660 квадратных метров. Степные травы и кустарники украшают петроглифы и создают гармоничный ландшафт. Казахстан может уверенно претендовать на звание страны петроглифов. По данным волонтеров, в стране насчитывается около 300 скоплений наскальных рисунков. Самая крупная в области ЖТСУ насчитывает 25 тысяч камней. Это больше, чем на любом из скоплений петроглифов, обнаруженных в Европе. К сожалению, некоторые из них были уничтожены из-за промышленной добычи сырья. Своего рода наше покаяние перед зауничтоженные памятники. Петроглифы санжар выбил на камнях, которые мы привезли из разрушенного до основания скопления Архарлы. Вот эти камни, они то, что осталось от этого святилища, мы решили возродить. И сейчас вы ходите по земле, по гравию, который тоже из Архарлы. Это тоже когда-то было петроглифами. Петроглифы являются не только свидетельством древних цивилизаций, но и важной частью культурного наследия предков, охраняемого и изучаемого учеными. Уникальную галерею арт-объектов создали известный художник-петроглифист Санжар Жубанов и скульптор Саид Айнеков. Жители Алматы и гости города высоко оценили проделанную работу. Вот то, что веками как-то создавалось, всё это сейчас в центре внимания. Мне очень радостно видеть так много людей, которым интересно. И мне кажется, что это помогает как-то собираться вместе вокруг чего-то достойного, важного. Способствовать просвещению населения и, в первую очередь, подрастающего поколения. Я считаю, что для ботанического сада совмещение вот такой историко-природный комплекса крайне важно. Задача парка Архаван — сохранить наиболее выдающиеся образцы на скальной живой пси-тюрков. Переносить подлинные объекты запрещено законом и просто опасно для их сохранности. Поэтому в саду Петроглифов представлены точные копии исторических памятников. В рамках открытия парка также подготовлены ярмарка ремесленников, реконструкция исторических сражений и другие активности в этностиле.